В этих башмачках малыш учился стоять на ногах. Сейчас его ботиночки оказались среди множества других, которые будут сохранены навечно. Информация о владельцах обуви регистрируется, в том числе личные данные для гравировки. Каждой паре присваивается определенный номер отслеживания. Без него некоторые ботиночки могут не вернуться к своим хозяевам. Этот номер выбивается на стельки. На стельки нанесен специальный слой, на который не налипает металлическое покрытие, поэтому номер будет виден на протяжении всего процесса. Стельки прикрепляются степлером. После этого ботинки погружаются в специальную смесь. Этот химикат склеивает их, а также делает более жесткими позже при высыхании. Но сначала их подвешивают, чтобы могла стечь лишняя жидкость. Каждый ботинок набивается пластиком, чтобы придать ему форму. Чтобы завершить придание формы, в каждый ботинок вставляется свернутый пластиковый каркас. Шнурки завязываются, и бантики плотно укладываются на ботинок, чтобы они не развязались в процессе обработки. В качестве дополнительной меры предосторожности на каждый бантик одевают резинку и приклеивают его. Когда достанут пластик, который использовался для придания формы, а ботинки высохнут и станут жесткими, в подошвах сверлятся отверстия. Это делается для того, чтобы позже подвешивать их на крючки в процессе нанесения покрытия. А пока делается смесь из воды, меди и других ингредиентов. Вешалку с детскими ботиночками аккуратно погружают в медную жидкость. Это не завершающее покрытие, а важный подготовительный этап. Ботинки становятся токопроводящими, и на них можно наносить гальваническое покрытие. Ботинки подвешиваются для сушки, и на них выливают еще немного смеси, чтобы не осталось непрокрашенных участков. Покрытие сохнет в течение нескольких дней. Затем их погружают в резервуар для гальванизации. Через ботинки пропускается электрический ток, и на них осаждается медь, находящаяся в резервуаре. На специальном шлифовальном круге яркое медное покрытие затирается. Это подготовка к следующему этапу. На ботинке распыляется черное покрытие. Затем его счищают, втирая в трещины, чтобы состарить их. Далее на них распыляется защитный лаковый слой. На стельке по-прежнему ясно виден идентификационный номер, поэтому следовладельцы не потеряются. На подставку прикрепляют табличку с гравировкой и прикручивают на нее башмачки. Сейчас они превращаются только в источник воспоминаний. И таких бронзированных памятных предметов, похоже, существует бесчисленное количество. От ковбойских сапожек до гамбургеров. А мне запомнится вот это.